Добро осмотреться. Панцирь ему не помог. Когти порвали металл, как и лист бумаги. Они не удержали строя и побежали. Уличная баррикадра. Он упал на живот, рано на спине. Я не знаю. Уличная баррикадра. Стоп его! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Должно быть они в банке. Забаррикадировались. Должно быть они в банке. Субтитры сделал DimaTorzok Должно быть они в банке. Он перебил половину моего отряда. Вижу, он и до тебя едва не добрался. Вам надо отступать. Быстро! У меня долг перед этим городом. Ты не поможешь ему, если поведешь солдат на убой. Дамья. Помнишь наш разговор в дворце? Повторяю, у вас нет никаких шансов. Отряд, раненых перевязать. Готовятся к выступлению. Очень хорошо. Мудрое решение. И вот еще что. Против вампиров используйте исключительно серебро. Прикажи алхимикам приготовить как можно больше масла от вампиров. Наносите его на мечи. Особенно осторожно с альпами и бруксами. Это те, что в облике женщин. Они умеют исчезать. Против них помогают бомбы с серебряными опилками. Спасибо, ведьмак. Надеюсь, ты стоишь тех денег, которые тебе обещала княгиня. И принесешь башку сволочи, которая все это устроила. У меня другой план. Это какой же? Пока скажу только, что мне нужна Сиана. Ты знаешь вердикт, княгиня? Сиана ожидает суда. В заточении. Вердикт я знаю. Но я с ним не согласен. Я не могу себе позволить такую роскошь. Я присягал княгине на верность. Люди гибнут. Из-за одного человека. Если княгиня узнает, что я тебе помог, я пойду на гильотину. А я следом за тобой. И все-таки я хочу рискнуть. Вижу, я зря теряю время. Подожди. Когда... Когда я в последний раз видел Сианну, ее милость сопровождала ее в детскую комнату во дворце. Да что ты? В детскую комнату? Ты уверен? Я служу при дворе много лет. Знаю там каждый угол. Конечно, холера, я уверен. Так что, княгиня заточила ее в кукольном домике? Честно? Понятия не имею. Я говорю только то, что видел. А дальше... Это уже не мое дело. Понимаю. Я все проверю. А ты возвращайся в гарнизон. Лучше по моим следам. Там пока спокойно. Надо дать знать Ригису, чтобы он ко мне присоединился. Пусть Ригис встретится со мной во дворце. Нам надо пробраться в детскую комнату. Пусть Ригису, чтобы он ко мне присоединился. Я забрызгана троллей на несколько шагов. Пусть Ригису... Подeles这里... Почему? Да. Сейчас. С Васю будь л... Продолжение следует... Продолжение следует... Благодарю, что призвал меня. Детская комната за этой дверью. Как видишь, здесь отзирался один из моих братьев. Детская комната за этой дверью. 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 Закрыто. Разумеется. Регис, мне бы не хотелось возиться с дверьми. Ты не будешь так любезен? Разумеется. Спасибо. К вашим услугам. Тишина. Никого тут нет. В таком случае хотя бы оглядимся. Может, что-то есть внутри? Нет. Пусто. Деревянная уточка. Кто-то ей оторвал крылья. Качалка. Похоже, с ней часто играли. Игрушечная посуда, плюшевые игрушки. Мило. А, зе... А что там должно быть? Кроме пыли, которую туда замела ленивая горничная. Красивая мелодия. И правда. Жалко, механизм поврежден. Тетрадь. Собственность Изабель де Рокфор, придворной гувернантки. Это записки опекун Шессианы и Анны Генриетты. Из тех времен, когда они были детьми. Не знаю, как нам это поможет, но пролистать его, разумеется, надо. Сегодня занималась с девочками Нильфгаардским. Сиана очень старалась, хотя она с трудом запоминает новые слова. Княжна Анны Генриетта демонстрирует большие способности, но более склонна к проказам. Когда она думала, что я не слышу, то сказала в мой адрес «Блёды Хойль». А Ниссианы смеялись во весь голос. «Блёды» — это ёбаный или ёбаная. А Хойль? В звучном языке наших не слишком дружелюбных южных соседей слово это означает место, в котором спина утрачивает своё благородное название. Сегодня Сиану осматривали чародеи, присланные капитулом. Не знаю, к каким выводам они пришли, но его княжеская милость явно обеспокоен. Видимо, именно тогда у неё диагностировали синдром Чёрного Солнца. Или навесили ей такой ярлык. И вот дальше. Я спросила князя, что ждёт княжну. Он не ответил. Сегодня я первый раз сопровождала девочек в стране тысячи сказок. Мы провели там полдня. Сперва мы играли с Дюймовочкой, а потом с Рум Цайсом. Он необычайно галантен для разбойника. Начинаю подозревать, что Изабелла Дракфор писала дневник под влиянием каких-то галлюциногенов, каннабиса обыкновенного. Или... Тсс, не перебивай. Склоняю голову перед достижениями мастера Арториуса Вига. Он доказал, что в магических арканах ему нет равных. Погоди, погоди. Арториус был придворным чародеем, мастером иллюзий. А это означает... Регис, последний раз прошу. Не перебивай, а то пойдёшь в угол. Девочки сказали, что если я захочу выбраться туда одна, достаточно открыть книжку «Страна тысячи сказок» и повторить вслух заклинания. Экспекта Лудум. Книжка как ключ к иллюзиям. Ничего себе. Это уже интересно. Сегодня девочки поссорились. Должна отметить, что вели они себя не как пристало дамам. Дошло до рукоприкладства. Первой ударила сестру Анна Генриетта. Сиана не осталась в долгу. Прежде чем я их разняла, Анна Риетта потеряла два молочных зуба. Она сейчас же побежала жаловаться родителям. Его княжеская милость не приняла на веру моих показаний, и всю вину возложили на Сиану. Девочка была серьёзно наказана. Анна Риетта пыталась потом смягчить ситуацию, но князь и княгиня были непреклонны. Ну да. Если уж заслужила репутацию паршивой овцы, тяжко от неё потом избавиться. Сиана подарила мне самодельную открытку. Прелесть. С обезглавленными, окровавленными людьми. А может и нет. Я спросила, зачем она это нарисовала. Княжна ответила, что это сцена из кошмаров, которые снятся и сколько она себя помнит. В самом деле, Сиана каждую ночь просыпается с криком, если только не спит в одной постели с Анной Риеттой. Кажется, девочкам, над которыми висело проклятие Чёрного Солнца, снились кошмарные сны. Некоторые сходили от них с ума. Знаю, это звучит неправдоподобно, но... Может, Анна Генриетта заточила Сиану в этой иллюзии? Может, там она была бы в безопасности и в заперти. Давай проверим. Где там эта книга? Закрыто. Патерон, ничего. А что там должно быть? Кроме пыли, которую туда замела ленивая горничная. Оловянный солдатик. Оловянный солдатик. Ох, емте. Ключик спрятан за рамой. Ключик спрятан за рамой. Ключик спрятан за рамой. Редгес, Редгес. Ключик спрятан за рамой. страна тысячи сказок невероятно посмотрим куда ведет эта дорога глаз не холен исходит с ума все это странная иллюзия настолько мощная что нельзя рассеять у и и и и и и Это уже интересно. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...